В городском округе Люберцы продолжают наказывать нарушителей чистоты. Ежедневно оперативные бригады работают в местах, где периодически появляются навалы мусора. Как известно, наиболее остро эта проблема стоит в Малаховке. К очередному рейду, проведённому в посёлке, присоединился и глава округа Владимир Ружицкий. Чисто там, где они мусорят. Доказать эту простую истину власти Подмосковья решили крайними мерами, наказывая, как говорится, рублём. Выброс мусора в неположенных местах может обойтись нарушителям до 5000 рублей. И если в остальных поселениях систематические антимусорные рейды стартовали недавно, то в Малаховке это уже стало делом привычным. Антимусорные рейды проходят в Малаховке уже третий месяц. Они продолжатся до тех пор, пока в посёлке не станет по-настоящему чисто. И вот такие таблички здесь висят не просто так. Уже около ста человек привлечены к ответственности за выброс мусора в неположенных местах. Общая сумма штрафов лишь на территории Малаховки составила более 300 тысяч рублей. Рейды с участием сотрудников Госадомтехнадзора и полиции проходят ежедневно с 6 утра. По выходным и праздничным дням оперативные группы работают в усиленном режиме. Стоит, я думаю, остановиться только на денёк, два, три, и люди сразу начинают расслабляться. Забывают о том, что щука в озере есть, и поэтому начинают расслабляться. А поэтому будем до полной победы, можно сказать, над мусором на территории Малаховки будем работать. Однако в загрязнении Малаховки виноваты не только сами жители посёлка, но и проезжающие мимо водители и пассажиры транспорта. А так как Люберцы является транзитной зоной, то каждый выброшенный фантик или окурок из окна авто в итоге могут привести к огромной свалке. Этот рейд, он призван как бы обратить внимание абсолютно всех. И жителей Люберец, посёлков, жителей всей Московской области, и Москвы, потому что, повторяю, любит эта транзитная зона, каким-то образом бережно относиться к территории. Ещё один фактор, влияющий на мусорную обстановку в Малаховке – недостаточное количество площадок для сбора бытовых отходов. А по просьбе некоторых жителей несколько контейнеров и вовсе демонтировали. Нет у нас вообще нет. Вот просто никакой ближайшей нет. Только на той стороне, вот в этих вот девятиэтажках. Ну, понимаете, что это не везон. Я даже через верную дорогу его никак не отнесу, этот мусор. Решить эту проблему местные власти намерены в ближайшее время. До первого сентября в Малаховке установят контейнеры для сбора мусора. Места их размещения уже согласованы с жителями посёлка. Луиза Игиазарян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Интересных и актуальных новостей.